Всем привет! В этом видео хочу вам показать, как я сею и выращиваю микрозелень. На посадку микрозелени берутся обычные семена, которые мы с вами каждый год сажаем в грядки. Мое видео получилось немного растянуто, но это связано с тем, что я показывала процесс развития семян каждый день. В общем, устраивайтесь поудобней. Желаю приятного просмотра! Сегодня вместе с вами буду сеять семена на микрозелень. Сейчас как раз такое время, когда необходимы натуральные зеленые витамины. В общем, давно хочу посеять, руки только сейчас дошли. Здесь у меня семена прошлого года, их все равно нужно как-то обновлять, менять. Поэтому решила из них вырастить себе зеленые витамины на окне. Сегодня я на микрозелень буду сеять редис, капусту брокколи, остатки тоже семян. И также подготовила горох. Я его почистила. Видите, сколько мусора. Здесь колотый горох, который мне не понравился. Это я выкидывать не буду, сейчас заведу баночку, потому что у меня гороха такого много. Буду собирать вот такой вот колотый горох, а потом я его запарю курочком. И им тоже будут витамины. Вот, горох я сейчас заливаю теплой водой перед посевом на микрозелень. Ну, в принципе, как и обычно в землю, горох всегда замачивают. Все, пока я убираю в сторонку на несколько часиков. Теперь нужна емкость, в которую мы будем сеять с вами микрозелень. Я, когда покупаю овощи, огурцы или помидоры, вот такие вот плошечки не выбрасываю. Мне именно в такие плошки удобно сеять микрозелень. Удобно потом с таких плошек ее срезать. В общем, я такие плошечки себе оставляю. Вот такие вот. Семена я сею в опилке. Некоторые сеют на льняной коврик. Можно посеять на влажные полотенца. Я на влажные полотенца ни разу не сеяла, поэтому не знаю, какой результат схожести. Мне удобнее всего на опилке, так как они у меня бесплатные. Далее я хорошо увлажняю опилки. Я микрозелень сею третий год, но смотрю, в последнее время мода пошла на микрозелень. И стали продавать в магазинах даже готовые наборы для выращивания микрозелени. Туда входит также вот такой лоточек такого плана, коврик льняной, ну и сами семена. Плюс, конечно, за такой наборчик вы в разы переплачиваете деньги. Когда можно взять самим, купить семена и вот таким способом прорастить самим себе витамины. Так, ну что, начинаю сеять редис. Ну, теперь будем их распределять по поверхности лоткам. Можно вот так прям я хаотично сыплю. Семена распределила по лоточкам. Теперь снова обильно смачиваю семена водой. Беру лоточек и вставляю во второй лоточек. Так, сверху беру еще лоточек и все это прижимаю. Получается вот такая вот пирамидка. Дальше я беру любой груз. У меня вот такой вот цементный горшочек, который я когда-то делала для саккулентов. И прижимаю сверху мои поддоны. Это необходимо для того, чтобы всходы были дружные. Чтобы все семена взошли одним ровным ковром. Все. На этом этапе пока что все. Следующий этап я покажу вам сейчас дальше. Ну вот, прошло где-то, ну, пара часиков прошло. Горох разбух. И буду его также сеять. Уже у меня подготовленный лоточек с опилом. Можно вместе с водой прям сюда с остатками. Высыпаю. Распределю. Ну вот, все распределила в равноверно в один слой. Точно так же накрываю лоточком. И прижимаю. Ну что, у меня следующий день. Сейчас посмотрим, что происходит с семенами. Вот, смотрите. Уже пошли вскрываться. Покрупнее это семена редиса. А поменьше уже тоже, видите, брокколи тоже уже начинают прорастать. Прошла всего лишь ночь, да, практически. Вот здесь то же самое. Вот, видите, что происходит на следующий день. Так. Сейчас я это все опять-таки увлажню. Верхний ярус так же как следует увлажняю. И пока убираю под гнет. Гнет еще снимать рано. Вот так. Хоп. Пока сюда, на кухне, здесь у меня стоит на столе. Посмотрим, что с горошком. Ну, горох я сажала вчера, вечером, позже. Потому что предварительно я его замачивала. Но тоже, вот, смотрите, уже потихонечку просыпается. Все хорошо. Можно тоже еще увлажнить. Хотя у меня здесь воды было много налито. Вот так. Немного увлажню. И так же убираю под гнет. Сегодня второй день спасева семян. Давайте посмотрим, что же там происходит. Смотрите, какие росточки уже пошли. Это второй день. Так, это мы накрываем опять-таки. Посмотрим, что с редисом и капустой. Вот единственное, что минус, конечно, семена вот сюда прилипают. Но прилипают, пока они не вросли корнями в опилки. Это я потом водичкой обратно туда смываю. Тут уже пошли прям такие. Во, смотрите. Доброе утречко. Ну что, смотрим, что сегодня с семенами. Так. Смотрите. Они уже выталкивают груз. Ну-ка, так лучше будет со вспышкой. О, посветлее, да? Вот видите, семена уже выталкивают груз, поднимают крышку. Ой, какие хорошенькие. Здесь уже крышку можно снимать. Так. А тут, посмотрите, еще лучше. Уже начали зеленеть. Ну вот именно в такой момент, когда уже такие полноценные листочки появляются, уже встает рассада, да, встают вот эти вот отростки, я снимаю груз с растений. Вот. Ставлю здесь тоже на кухне, на столе. Так. Сейчас посмотрим, что с горошком. Горошком. Горошек. Еще можно оставить на денечек. А вот микрозелень на четвертый день. Тут у меня также проращивается зерно кроликам, курочкам, козочкам. Вот. И сюда поставила микрозелень. Практически уже полноценная. В принципе, уже можно кушать. Но мы подождем еще один день. Второй лоточек я поставила на подоконник. На свой вот этот вот огородик, где у меня растет мята, петрушка, базилик. А это уже пятый день. Убрала с подоконника под красной лампой у меня это стояло. Но там под батареей очень жарко. И она у меня там стала загибаться. Убрала ее оттуда и поставила к этой зелени. Вот видите, как хорошо. В принципе, ее уже можно кушать. Вот получается, что моя микрозелень росла в течение пяти дней. Ну, эта микрозелень еще нагонит под этой лампой. Поэтому пока будем поедать лоточек вот с этой микрозеленью. И как раз потом вот это дойдет. И следующий горошек дозреет, дорастет. Все будет получается равномерными партиями. Мои ростки готовы к употреблению. В них содержится намного больше эфирных масел и витамин, чем в обычно выращенном овоще летом в грядке. Микрозелень можно добавлять практически во все блюда. Она отлично сочетается с мясом, с рыбой и с овощами. Также ее добавляют в бутерброды и в суп-пюре. Спасибо всем за просмотр и до скорых встреч!